Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». В 12.06 Кирове продолжается «Дневной разворот». Светлана Занько, Павел Чарушин, Денис Князев. Мы по-прежнему в том же составе, активны, бодры и готовы с вами общаться. Телефоны для общения 708-502, телефон прямого эфира, телефон нашей студии. Номер телефона для СМС 8909-720-101 и 0. Напоминаю, что нас тут снимают камеры, их аж две у нас в студии. Если вы зайдете на сайт эхагирова.ру, видите прямую видеотрансляцию. Там же есть аудиотрансляция. В общем, мы готовы для дальнейшего конструктивного общения с вами и с нашими гостями. Кто у нас в гостях? Тема «Современное искусство в Кирове», как нам обозначили редакторы, люди, жанры, перспективы. Я буду давить совершенно на другое. Я тут уже предупредила людей, которые находятся в студии. А в студии у нас Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства «Галерея Прогресса». Добрый день. Добрый день. Василий Кононов, художник. Кононов-Гредин. Еще раз. Кононов-Гредин. Вот так вот. Редакторы слышали? Кононов-Гредин. Точно не дефис. Так. Надежда, фролова художница. А почему так важно, Василий? Расскажите, чтобы я вот навсегда запомнила. Потому что мы вместе с женой окончили художественное училище. И когда мы решили пожениться, каждый подписывает работы своей фамилией. Но мы не хотели оставлять каждой свою. То есть она была бы Грединой, я Кононов. Чтобы у нас одна фамилия была, мы ее соединили. Работу подписываем своими, а фамилия одна. Я услышала вообще Конон-Гредин. Понимаешь? Султыков-Гредин. Конон-Гредин. Но килограмм. Да. КГ. КГ. Отлично. Мы говорим о современном искусстве. На самом деле повод был следующий. Центр современного искусства галереи прогресса устраивает 8 числа в 19.00. Сразу я проанонсирую. Аукцион, продажа, выставку картин современных художников. Нас с Пашей это зацепило тем, что... Ты, Паш, я не уточнила. Сейчас сделаю вывод по поводу нас двоих. А ты возмутишься. Ты большой знаток и ценитель современного искусства, скажи мне. Я возмущен. Чем? Нет. Нет. Небольшой. Я сразу тоже признаю, что я небольшой знаток. Насчет ценителя не скажу, потому что мне кажется, что я ценитель все-таки. Вот насчет знаток... Для этого есть галерея прогресса в нашем городе. И меня удивило, что у нас проводятся на самом деле аукционы, продажи. То есть искусство наше современное, как его называют, кировское, вятское, монетизируется. Так можно по ощущениям называть. С искусством то же самое. Если не разбираешься, главное, чтобы нравилось. Но если нравится, все, значит, это твое. Тогда Никита Юрьевич был в гостях и говорил, как раз на открытии, он говорит, что я ничего не... Допустим, я не понимаю современное искусство. Я, допустим, люблю кушать, но не умею готовить. Это же не говорит о том, что я не разбираюсь в видеочасти. 708-502, номер телефона прямого эфира. Звоните, пожалуйста, и высказывайте, что вы думаете по поводу современного искусства, как оно представлено в Кирове, где вы его видите, хватает его вам, не хватает. Чего не хватает? Звоните и говорите. Вот ты мне говорил в перерыве, минут 15 минут уже общались, пока вы слушали чрезвычайно познавательные рекламные программы. Мы говорили о том, что нынче на одном из аукционов в Лондоне, да, по-моему, ты говорил? Сотбис. Да, в Сотбисе искусство российское чрезвычайно дорого оценили. Ну, туда приехало очень много олигархов и бизнесменов, и некоторые были представители, он их как бы... И классическое русское искусство достигло, ну, просто олимпийской какой-то цены, и оно, понятно, уже было куплено в Англии, но спросили как раз коллекционеров, а в России оно уже как бы... Его нет. Вернется, не вернется, потому что кто его покупал, это были русские люди, они увезли его в Нью-Йорк. Ну, конкретно по поводу картины, которая была куплена. Ну, то есть русские люди, живущие за границей, интересуются и покупают за бешеные деньги русское искусство. Которое, в общем, размещается в галереях, опять же, не в России. Ну, в смысле... В России была пауза с культурой просто 20 лет как минимум. Ну, а до этого 70 лет нельзя было как бы покупать, продавать и выставлять как бы современное искусство. — Объясни мне, пожалуйста, еще раз. Вот галерея прогресса создавалась с какими целями, на что конкретно была направлена? Узкая специализация или широкая специализация? Вот конкретно искусство или вообще все, что... в смысле художественное искусство, там, картины, да, или все, что связано вообще с эстетикой? — Ну, это же образ жизни, в первую очередь. То есть кто-то, допустим, зарабатывает себе деньги, покупает себе удочку, потом другую, спиннинг. — Для тебя удочка в галереи прогресса — это твоя удочка. — У меня удочка — это когда я слушаю, ну, как бы, американские радиостанции, сейчас это можно, и оттуда вылавливаю прекрасную музыку. Разбывает, что за два дня я поймаю какой-нибудь трек и понимаю, что вот, ну, без него вот что бы я мог делать, как бы. Ну, в смысле, это искусство, все, творчество, культура, для меня вот это направление, да. — Как и на чьи деньги открывалась галерея? — Там был грант с подачей губернации, губернаторский грант, это была десятая часть от того, что нам нужно было на открытие остальное, это частные сбережения, это недвижимость и деньги нашего рекламного агентства, собственно, директором которого я являюсь. — Вот твои собственные деньги ты вложил в эту галерею, и сейчас продолжаешь вкладывать. — Да. — А когда начнешь зарабатывать на галереи? — Ну, вот сейчас, то есть, я об этом так вот понимаю, что это сложно думать, потому что Анди Орхол... — Сложно или не хочется? — Не, не потому что, как бы, не хочется. Объясняю очень быстро. Значит, Анди Орхол говорил, что настоящий бизнесмен — это тот, кто из искусства сможет сделать бизнес искусству. — Ты с ним согласен? — Ну, безусловно. Потому что, если бы не создав галерею, я бы открыл 10-15 бизнесов, они бы уже работали и приносили бы прибыль. Но так сложились обстоятельства, и я как бы этому опыту благодарен, что на сегодняшний день есть галерея, и он стал человеческим проектом. В человеческом смысле то, что к нему притягиваются люди из разных городов России, и говорят, вы делаете хорошее дело не только для своей области и города, а для всей России. И это говорят люди, которые сами, по сути, как бы являются поэтами, певцами, музыкантами, и не являются как бы артистами кружков по интересам. Это артисты, которых знает вся Россия. Пока. — Хвалит тебя... — Не меня, но нас всех. — Вас всех, вашу галерею, всех людей, которые... — Они видят смысл этого проекта? — За что хвалят? — Смысл проекта — то, что он меняет людей к лучшему. Он их возвращает, ну, в смысле, он их делает добрее. Ну, хотя бы вот с этого начнем. Он делает их умнее, интеллектуально более развитым, как бы. И это не скучное объяснение, это факт. — Вообще, на самом деле, галерея, когда появилась, это такое место, которого никогда не было в Кирове. И этим оно очень интересно то, что формат, который там проходит, люди, которые там встречаются, она объединяет тех, кому негде было выразить себя, найти себе собеседника. То есть это такое место, которое что-то новое показало в нашем городе. — Ну, хорошо. Нет, безусловно, никто не отрицает того, что это было новое, единственное в своем роде. Но вот для вас, Василий, галерея — это только место, где вы общаетесь. Потому что у меня, как у человека, в общем, с достаточно приземлённым, может быть, сознанием в этом смысле, я почему-то это в эфире всё время допытываюсь, для меня должно быть очевидным, что кроме того, что ты приходишь и общаешься, ваше общение должно быть чем-то обеспечено. На данный момент я понимаю, что Дмитрий обеспечивает собственными средствами ваше общение. А вы от этой галереи, кроме общения и чего-то ещё ждёте, вы производите на свет произведения искусства. — Сколько лет вы занимаетесь живописью? — Пять. — Пять лет. Помнишь, когда мы с тобой говорили о том, что в Сотбисе за бешеные деньги сейчас продаётся классическое русское искусство, да? Сколько лет должно пройти от того, что человек родился, начал писать картины, и дальше его картины продаются и обеспечивают ему право... — Тут совершенно разные возрастные рамки. То есть, может, ребёнок, вот в Америке девочка четырёх лет, родители, у неё художники, они не особо известные художники, но они, девочки, создали такие условия, что в комнате они позволили делать вообще всё. То есть, у неё были там вёдра красок, всё, холсты, и она это всё выливала. Ну, понимаете, четырёхлетний ребёнок, у него никаких рамок не стоит ограничений, поэтому она делала всякие, то есть, такие вещи, как вот Поллок, это художник, который краской, он такими мощными брызгами рисовал, и вот эти вещи продавались за бешеные деньги. Вот, и это потому, что, то есть, родители дали ребёнку полную свободу, в Америке очень хорошо... — Это не потому, что родители дали ребёнку полную свободу, это потому, что родители обеспечили ребёнку очень мощную пиар-компанию. — И полную свободу. Если бы не было полной свободы, пиар-компания бы не... Это именно ребёнок, когда освобождён из всего, он может сделать очень крутые вещи. Вот, и пиар-компания, конечно, тоже. Когда ребёнок делает какие-то вещи, несвойственные ребёнку, это может быть очень здорово оценено. Ну, хотя я смотрел на эти работы, я в них ничего особенного не увидел. То есть, достаточно посредственные. То есть, можно говорить, что вот здорово то, здорово это, но, в общем, они не представляют высокой художественной ценности. Это как явление интересно. Вот в Англии один молодой человек, ему 10 лет, его называют маленьким Мане. Он пишет пейзажи. Я посмотрел его пейзажи, много восхищённых отзывов. Интересно. Но то, что его называют маленьким Мане, это как-то слишком сильно сказано, потому что Мане — это человек, который расщеплял цвет на многие составляющие, это великий цветовик. А у него достаточно, по сравнению с Мане, обычно сделано. Но благодаря тому, что в Англии родители сразу обеспечили ему пиар-компанию через галерею, его работа сейчас стоит по 30 тысяч фунтов стерлингов. Мы приходим к тому моменту, что галереи, они, в общем-то, предназначаются безусловно для того, чтобы люди находили равных себе по духу, круг общения обеспечивали, чтобы культура распространялась дальше, выше и шире. Но, кроме того, есть ведь какая-то ещё и практическая направленность у галереи. Галерея должна продавать произведения искусства и не зря же вы 8 числа устраиваете аукцион. Я сейчас быстренько могу разложить культурную политику, анекомическую составляющую нашей области, как нужно сделать лучше нашему городу. То есть на государство на сегодняшний день нам нужно, чтобы оно было хорошим менеджером. Потому что инструменты культуры некоторые, ну, допустим, музей Веснецово для нас уважаемое место, и мы его очень ценим, но это определённая аудитория. Есть другая аудитория, которая необходима влиться в культурный поток. Плюсов очень много в этом. Для этого нужно, чтобы появились новые активные культурные площадки неразвлекательного плана. Потому что развлекательные планы площадки не сами выживут, им помогать нет смысла. А культурные площадки, это же надо мозг включать, это надо думать, потратить на это чуть-чуть, немножко энергии незаметной. Поэтому государству нужно правильно выбирать людей, которые привлекают к себе общественность, и давать им финансирование. Они будут развиваться, соответственно, как бы люди, горожане будут интереснее, добрее, более активные. Потому что на сегодняшний день никакая проблема. То есть гражданского как такового общества его в принципе нет. Как есть. А доклад общественной палаты на предмет того, что гражданское общество в Кировской области существует? Я вам очень быстро объясню. Значит, мы были на Байк-фестивале и выездили то с Вятской росписью с нашей прекрасной. Это было в Ружуме. Значит, наши друзья, там, ролевики, которые восстанавливают вот эти вот бои на мечах, они пытались, значит, круг, там стоит 200 человек, там половина из них мужчины. И они пытаются пригласить кого-то, чтобы на поролоновых мечах посражаться. Вот они стоят в толпе, как бы, да, такие округловатого вида, и говорят, да ты его туда толкни, сюда толкни. А сейчас к чему это, скажи, по-моему? Я сейчас объясню быстренько. По поводу того, что, в общем, никто в круг не выходил, как бы, полные инертные отношения. Проблема с инертным отношением. То есть для того, в смысле, нужна мотивация. Мотивация. Ну, как бы, по порядку начнем, да? То есть мы, как площадка, являемся мотивацией для того, чтобы люди что-то в этом городе начали делать. Художнику-то необходимо, что вот есть пространство, я, ну, как бы, что-то делаю, и это не зря, как бы, да? Ну, вот есть школа, где я учусь, есть училище, а я должен там работать в одном формате. А галерея – это как раз та квартира, где мама, папа позволяют делать всё, что угодно, да, и самовыражаться. Ну, я так не скажу, просто галерея – это место, я не воспринимаю её как маму и папу, я воспринимаю как друзей, которые могут помочь. И вот, допустим, вот молодым художникам, кого я, ну, кого угодно знаю, им трудно очень выставиться где-то. Единственные места – это где-то, ну, в какой-нибудь маленькой библиотечке там, потому что выставиться в каком-то крупном, ну, выставочном зале у нас в Кирове молодому человеку нельзя, потому что всё это идёт через союз художников, и тебе, ну, то есть будет это очень трудно сделать. Вот. А галерея – это такое место, где, если видят, что ты с тобой что-то представляешь, то тебя выставляют, и, то есть сразу оказывается поддержка, если ты интересен. Продолжаем разговор, Дмитрий. Это первая полочка ты сейчас описал. Просто смысл в том, что ты понимаешь, что это быстренько, да? Чтобы не скучно это было. Вот ты любишь ходить в гости? Тебе необходимо к друзьям ходить в гости? Время от времени – да. Ну, вот видишь, галерея – это как бы, тут же тоже, это, представь себе, кухня больших размеров, куда приходят друзья, общаются друг с другом, и они получают вдохновение для того, чтобы дальше жить, существовать и как-то развиваться. Вот у меня есть всё равно подозрение, понимаешь, я уже, мы с тобой об этом говорим полчаса, ты всё равно не выходишь на эти мои рельсы, куда я тебя всё время наталкиваю. Это здорово, что ты обеспечиваешь людям общение, что приходят молодые художники, что ты привозишь выставки из других регионов, что, может быть, организуешь выставки художников зарубежья. Ты мне что-то про деньги хочешь спросить? Я про деньги всё хочу спросить. А я тебе объясняю. А ты про них ничего не говоришь. Я тебе про это и говорю. Нет, я же начал с чего? С того, что мы, не то, что я себя позиционирую, просто я на своём… Я очень важно делиться личным примером. Да. То есть личным опытом. Не прочитанной информацией в книге какого-то там интересного человека, а то, что ты именно в «Вятке» что-то попробовал сделать и дать людям опыт для того, чтобы они могли шагнуть дальше в каком-то личном опыте. Это здорово, что ты заботишься о населении «Вятки». Об этом я не… А долго ли тебя хватит при таком энтузиазме, при том, что ты говоришь, что… Энтузиазм, он как бы неистекаемый, это раз, начнем я с этого, потому что я занимаюсь этим не ради денег, но деньги – это прекрасная составляющая любого проекта. Если по итогу у тебя не получаются деньги, или ты дурак, или ты неправильно делаешь. У тебя получаются деньги сейчас без галереи? Ну, есть два примера, то, что у нас получилось на сегодняшний день. То есть мои друзья позвонили из центра культурного гаража, сказали, приезжай быстрее, как бы вот есть выставка примитивного искусства. Почему город Киров опять прилетел, мне непонятно, потому что ездил КАМАЗ с двумя как бы прицепами и собирал примитивное искусство. Представьте, они бы вот стали, они во всех городах были, в Ижевске, в Сыдывкаре. А почему пролетели там? Объясните мне. Может, дороги плохие были тогда? Объясните мне. То есть они собрали два КАМАЗа примитивного искусства, и когда я привез туда нашего… А у нас даже примитивного. Антона Щеглова. Англичане встали, открыли рты, русские москвичи стали просить телефон, оформить кафе, магазин. — Они про нас не знают? Или к ним вовремя не обратились? — Благодаря моим друзьям мне позвонили, сказали, приезжайте, вы можете поучаствовать. Я приезжаю туда и узнаю, что КАМАЗ с прицепами ездил по всей России, и в Кирове он не был. Почему? Где этот КАМАЗ? — У нас был другой состав зимой. Санта-Клаус приезжал с прицепами, ты же знаешь. — Ну это прекрасно. — Я вот к чему. Вот смотри, ты такой вот борец. — Я вот всё это можно расскажу? Ты меня про деньги спрашивал? — Скажи про деньги, да. — Ну и вот. Долго мы вели переговоры с англичанами. Во-первых, 12 работ, картин у него купил Лондонский музей. Это не мега-деньги, но прибыль есть. Небольшая, но и есть. И уже. Я говорю, что ты по-настоящему бизнесмен, не то, что ты заработал на нефти, не то, что ты заработал на газе, а то, что ты продал на колбасе, ты заработал. Понимаешь? Это всё просто. Мне схемы эти понятны. Там ничего сложного нет. Можно быстренько как бы это сделать. Ты бизнесмен, когда ты сделал деньги на культурный проект. Сейчас в России нас не запрещают, и это возможно. То есть 70-е, если бы это было 20-30 лет назад, когда там Хрущёв был, или там, ну смысл, надо покидать страну было. Сейчас всё для этого есть, можно этим заняться, и деньги будут. И вот есть пример. Лондонский музей купил 12 работ. Мы продали, значит, картины Барыкину и нижегородского художника «Советский пинап». Какую-то пять картин как бы. То есть потихоньку начинают какие-то появляться истории, связанные с продажей картин. Ты мне вот сейчас зачем, Паш, показываешь на слово «аукцион»? Ты хочешь вопрос задать? Я хочу повернуть вас в сторону обсуждения аукциона, который будет 8 августа. Ну вот мы как раз созрели и готовы для того, чтобы нашу местную публику тоже как бы приобщать к этому явлению. Вот на этом аукционе, который состоит с 8 августа, картины каких художников будут представлены? Молодых художников. Вот сейчас у Надежды и Василия будут представлены? Да, будут. Обязательно. Будут. Надежда, для вас этот аукцион что? Вы просто хотите выставиться, или у вас всё-таки есть цель продать эти картины? А больше, конечно, выставиться, но если получится продать, это тоже замечательно. А большое количество ваших коллег на этом аукционе будет представлено? Вы их знаете? Наверное, знаю. Я пока ещё там не была, не смотрела. Ну, скорее всего, да, вы их всех знаете, потому что круг невелик. А Василий, скажите, когда будет проходить сам аукцион, когда будут продаваться картины, у вас вот есть уже поклонники? Есть ли у вас те люди, которые покупают регулярно ваши работы? У меня есть. Я, понимаете, вот я рисую медленно. То есть я, допустим, одну работу могу рисовать полгода. Вот. Или, допустим, серию работы, она у меня может выйти за месяц. То есть разные временные рамки. Я вот только что закончил училище, и единственным поклонником является один мой знакомый старший друг и Дима. Ну, то есть не единственным поклонником. Работа-то нравится, а покупают. Вот. То есть те люди, которые, у которых, допустим, у нас в Кирове нет такой культуры, что за картину можно отдать, допустим, какую-то сумму. То есть если ты, допустим, меня часто спрашивают... Зато у нас есть культура «подари мне», да? Да, «подари» это, конечно, очень часто там. То есть если ты говоришь, что сколько стоит вот это, ты говоришь, ну, допустим, картина там 50 на 60, ты говоришь там 6 тысяч. Говорят, за что? То есть люди думают, что если... Короче, вопрос. А он больше не понимает. Дом построить, там понятно, что это. Да тебе там 3 часа за день ты написал, и за это 6 тысяч? Да нет, это извини. То есть у нас в городе... То есть отдать 6 тысяч, допустим, не 6 тысяч, а 20 тысяч за новый айфон, то есть там 30 тысяч. Это, ну, конечно, накоплю-куплю, но что с айфоном... В кредит возьму. Да, с айфоном я вообще счастлив буду, да. В картиной Васе просто девушке любить больше не буду же. Да, да. Пока так. И на ней нет кнопки «хрум». Наша задача сделать так, чтобы просто жены и мужей богатых говорили, если ты не купишь картину, я тебя домой не упущу. Вот, вот, вот мы пришли наконец к этому пункту, который я хотела запрести. Причем это такая не советская фраза, как бы, а из позиции, как бы, женщины, они же по сути тоньше, как бы, так происходит в мире. Так происходит в мире то, что или богатые женщины, как бы, сами покупают, или мужьям объясняют, и они это делают, как бы. Это закономерная практика, то есть, потому что нужна галерея, и вот в мире открывается там, где хорошо, где тепло, океан, где море. То есть человек попадает в состояние удовлетворения, как бы, ему хочется что-то сделать приятное для себя и для жены. Ну, вообще, в принципе, молодому художнику в Кирове рынок сбыта найти очень трудно, потому что, вот, если вот наши старшие художники в союзе художников, они, как бы, у них уже наработанный опыт и наработанная аудитория. А если ты молодой художник, и если ты не сотрудничаешь, допустим, если ты ведешь, допустим, уединенный образ жизни, то есть ты рад выставить свою картину, но такой, ну, скромный человек, да, но рисуешь очень крутые вещи, то тебе очень трудно будет найти, вот, место, с которого можно начать шагать по этой лесенке. То есть, вот, и галерея — это такое место, где ты можешь прийти, показать, и оттуда начнется какое-то движение. То есть, тебя будут знать, то есть, постепенно знакомиться, и поэтому она очень интересна этим, то есть. Сейчас, вот, в истории, как раз, вот, Парвасик, у него есть там лодка, картины очень хорошие, и один из наших крупных компаний, как бы, предприниматель кировский пришел, вот ему ничего объяснять надо, он говорит, продай, вот сразу, я не знаю, его размер привлек, как бы, или сюжет, неизвестно, он говорит, продай, по поводу денег, вот сейчас будем конкретно по поводу денег, продай. Не продал, говорит, ну, просто в музее надо, чтобы было, ну, в смысле, самая большая проблема, чтобы... Ты не продал или у Васи не продал? Я не продал, но я у Васи, как бы, в смысле, купил сразу, мы же покупаем, вот и Надю покупаем, для того, чтобы, вот, про деньги, опять же, вот, берем художника как товар, допустим, да, То есть у него должна быть история. Проблема наших, допустим, вятских художников в чём? То, что они все картины распродают, потому что жить на что-то надо. Они их продают, они продают свою историю, они продают свой миф. Люди покупают миф, они покупают впечатление, им нужно видеть хронологию как бы роста художника. Поэтому для того, что надо собрать выставку, вот мы сейчас у Васи и у Нади собираем определённую выставку, 15-20 картин. И эти картины, они будут ездить по России, по заграницам. Люди будут знакомиться с этим творчеством. Выходы на сегодняшний день уже есть. То есть просто это как бы немножко дольше по времени будет происходить. Ну, конечно же, это благодаря связанным знакомствам происходит. То есть впереди, за границей. Вот конкретный пример, допустим, вот Вася, он был на культурном альянсе. Его работы отметили и куратор культурного альянса, и Андрей Редионов. Мы с Васей эту историю знаем, который Андрей Редионов получил премию как поэт в этом году, в 19-м году. Надя Фролова в этом году международный пленэр в Одессе. И Вася, может быть, тоже поедет. 15 августа будет известно. Может, они вместе поедем. Мы на международный пленэр. Это будет в Одессе. Там 10 дней они живут, пишут работы. Две работы они будут обязаны оставить. Вот история. То есть формируется история, и из-за этого появляются деньги. Без истории деньги не могут появиться. Проблема Кирова в этом. Мы сейчас прервёмся на этом моменте на короткую рекламу. Не уходите, а вернёмся через пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот». Судя по тому, что ты сейчас рассказывал, на чём мы ушли, ты занимаешься тем, чем занимаются во всём мире агенты. Так и есть. Ты выискиваешь людей, таланты, ты покупаешь их картины, ты занимаешься пиаром художников, ты эти картины транслируешь на другие галереи, даже в другие страны, как мы выясняем. И правильно я понимаю, Василий, вы в перерыве говорили, что кроме Димы того, в общем-то, агентов таких больше нет. Нет. Это ведь серьёзный достаточно труд, но если ты агент конкретно, вот это уже, собственно говоря, и деньги, правда же? Ну, конечно. К тебе бизнесмены как к агенту приходят и говорят, Дмитрий, где у нас тут талантливые художники, которые сейчас стоят дёшево, а через 10 лет они будут стоить дорого. И ты говоришь, вот они, да? Так происходит? Да, в основном, как бы Сотбис, он поэтому и удачный аукцион, потому что деньги зарабатываются и как бы достаточно бешеные на нефть и газ. А куда ты их денешь? Надо что-то как бы приобретать, чтобы это было твоё рядом или под домом где-то, или где-то ещё хранилось. Поэтому они покупают, так правило, вторых рук. То есть ты купил работу, ты знаешь, что ты через несколько лет продашь её дороже. Поэтому Сотбис удачный аукцион. Должно, ну вот в смысле, чтобы понятно было, ты меня спрашивала, сколько лет должно пройти. Вот если картины старше 50 лет, её можно спокойно вывозить за границу. Там есть определённые правила, но их они выполнимы легко. Но если картины уже больше 50 лет, и художников, соответственно, нет живых, там уже возникает другой как бы таможенный контроль. И это сложнее. Поэтому примерно вот, но это всё относительно, особенно сейчас. У нас есть такие примеры живые наших кировских художников, когда вот ты долго, например, пытался их продвинуть, ты их продаёшь, картины есть в твоей галерее, принадлежат художнику или тебе выкуплены. И вот приходят бизнесмены, ты предлагаешь, и они берут там, намеренно коллекционируют уже картину за картиной. Ну вот у Васи была такая, я не знаю, рассказывал, нет, наверное, но большая работа, самая тиховодка, да? Самая лёгкая. Лёгкая. Вот, и пришёл бизнесмен, один из как бы богатых, и увидел её, и сразу сказал, ему ничего не надо было объяснять, он говорит, беру, продай. Я говорю, не могу, потому что вот для людей, для истории как бы художника. Несколько раз спросил, мы такие, ну не потому что из важности, а потому что надо сохранять художника. Ну да, вот ты говоришь, ты такое говорил, а вот что мы ещё говорили о том, что там 7-8 тысяч, это, ой, это там дорого, я там не буду. Одна из историй как бы, ну, то есть очень, я почему, когда начал разговорить про гражданское общество, вот сейчас необходимо создавать мотивацию. То есть как бы ситуацию... Ты разрушишь нам студию, у нас закончится эфир, крушение микрофон. Вот, надо создавать мотивацию. Вот одна из примеров мотивации, я сделаю всё опытом, пришёл тоже бизнесмен, относительно как бы молодой, была выставка Антона Феглова, он мне видел работу, ему очень понравилось. Там мальчик в виде ангела, стоящий в городской среде, вокруг машины, и говорит, куплю. Я говорю, 7 тысяч, он говорит, 7 дорого. Я говорю, ну... А он же бизнесмен, да. Вот, то есть они всегда, понимаешь, ты хоть у них там на 100 рублей, но должно быть дешевле, то есть тогда это покупается, тогда в этом есть отдушина, и в этом... Но это можно отнестись к этому, как я сам бизнесмен, как бы, я к этому отнесусь нормально. Ты поторговался, ты успокоил себя, как бы, ты сэкономил, неважно, сколько тебе, и получил. Я говорю, нет, нельзя, потому что, как бы, ну, тут, ну, в смысле, не 70 же, и 50. То есть 7 и 5 для тебя это, ну, ни о чём, просто я знаю примерно, как бы, этого человека, как бы, его доходы. Ну, и расстались на том, что он пошёл домой, я пошёл домой, проходит неделя, и мы с ним встречаемся, я говорю, специалист, англичане написали о том, что покупают 12 работ в музее Лондона у этого художника. Он говорит, я пойдём, ну, в смысле, пойдём, заставил меня, как бы, идти, заставил меня идти в галерею и смотреть ещё работы, и быстрее их покупать. Я говорю, а всё уже, поезд ушёл, ни одна работа не продаётся, потому что сейчас художник переходит в другую и поставит. Ты не хотел за 7 купить? Теперь за 70 будешь ждать. Теперь подождите, когда англичане его сделают, как бы, уважаемым и знаменитым художником, и тогда уже будем говорить с другими людьми и о других суммах. Вот эти, вот сейчас, как будет построен этот аукцион? Он ведь уже не первый, да, и мы понимаем, что художник с именем или художник хоть с какой-то историей, там, как говорят по-любому, там, продукту, извините, что применяю это слово, но всё равно у нас мы говорим о деньгах, это есть продукт. Да, да. Должен иметь некий свой миф, да, как говорят. Вот хорошая история, когда появилась покупка, там, да, Лондонской галереи, там, положим, работ нашего художника, или какая-то знаменитая фигура, которая приезжала в Киров, или, там, ты послал через интернет, представив работы куда-то, или через знакомых и так далее. То есть знаменитый человек, который свою коллекцию купил, это тоже плюс художнику. Ну вот у Нади с Васей уже эта история есть. Вася у частной культурного альянса, то есть выбирали из лучших художников современных в Кирове. Да. Раз. У Нади, вот она едет с Васей тоже, возможно, как бы на международный пленэр, то есть их просто туда так не берут, там, смотрят, работают, и все эти истории формируются, и из этого превращаются деньги современные. Меня интересует конкретный аукцион 8 августа в 7 часов вечера. А, это невероятная практика, то есть 8 числа мы, как бы, делаем концерт, играет прекрасная музыка, живая, там, фуршет небольшой. Люди приходят, как бы, общаться. Вот приходят, как к себе домой. Они приходят, влюбляются в картины, проходят недели. Они ставят, ну, это как бы мировая практика, они ставят напротив, там обозначаются лоты. И эти, в этих, напротив этих лотов, они пишут, да сколько бы они купили картину. Соответственно, после этого уже мы 15 числа делаем аукцион. То есть с 8 по 15 они могут совершенно, как бы, допустим, 8 числа вход свободный для всех, не берутся денег. А, то есть 8 числа ты молоточком не будешь стучать? 8 я не буду, это неправильно, как бы. Ну, если я буду стучать молоточком, люди скажут, ну, в смысле, ну, в смысле, смыслов много будет, как бы, если я буду стучать молоточком. Это, конечно, будет теория прекрасная и абсурда в концепции современного искусства, но смысла в этом никакого нет. Надо подождать неделю и стучать через неделю молоточком. 15 числа мы будем стучать молоточком, 8 мы будем общаться, как бы, смотреть, влюбляться в прекрасные произведения наших художников современных в Кирове. — Ну, вот эта активная работа 8 числа будет проведена. Сколько художников будет представлено? — Мы хотим наполнить по максимуму галерею, чтобы это прямо стало событием. Я считаю, что в городе, в смысле, если ты что-то делаешь, ты должен делать по максимуму. И лучше вообще ничего не делать. Мы растём, мы станем всё как бы интереснее, поэтому мы хотим галерею заполнить так, чтобы как у бобра в норке, чтобы там не влезть только боком, может быть. — Вот ты сейчас звучишь, как будто из норки, поближе к микрофону. — Как бобёр. — Да, как бобёр. То есть количество художников сейчас ты назвать не можешь. Количество картин там тоже представленных. — 30-40. И причём возрастная категория абсолютно разная. От пяти лет и... — Мастодонты. — От 500 рублей и до 100 тысяч. Ну вот могу мастодонтов представить. Наш друг, ну, в смысле, это уже фотография. Вова Широков выставит две работы. Одна из них, его первая работа, с которой он стал как бы знаменитым, там, по-моему, работа с Кристиной Арбакайте. То есть это порядка 80 тысяч будет стоить работа. Но это одна из самых дорогих. Самая дорогая. Будет работа и постаровать 500 рублей. Ну и так далее. 4-3 тысячи рублей, тысячи рублей. Ну, в смысле... — Слушай, это же прекрасная возможность вот такие аукционы, да, выставки прийти тем самым людям, которые обладают деньгами или не обладают деньгами. Ну, даже вот перевести такое в простое житейское направление. Я для себя вот сейчас так представляю. У меня пустая, белостенная квартира. Кстати говоря, цвет для стен выбирала, спросив у Наташи, каким цветом в галерее окрашены стены. И вот сейчас мне необходимы, например, постеры для моей квартиры. — Это прекрасная, Энди Ворхол. — Вот мне нужен... Что? Мне не нужен Энди Ворхол. Мне нужен ты или любой другой человек, который в галерее работает. Я могу там... Или я должна прийти к дизайнеру? — А почему же мне нужен Энди Ворхол? Он прекрасный и уважаемый для меня человечище просто. — Не, ну чудесно. — Он смог привлечь к искусству... — То есть ты хочешь сказать, что там постеры Энди Ворхола тоже будут продаваться? — Ну, обязательно. Это же... — Так. — Ну, это же гений. Ну, в смысле, один из гений. — Я просто хочу понять широту, то есть охвата. От чего до чего там будет? — От 500 рублей до 80 тысяч. — То есть от Энди Ворхола за 500 рублей до 80 тысяч Володя Широкова. — Энди Ворхол не может 500 рублей стоить. — Да. — Чуть дороже. Может быть, там постеры будет 1200 стоить. Просто я почему говорю про Энди Ворхола? Потому что, опять же, что он сделал? То есть мы говорим про деньги. Деньги бывает... Ну, ты вот шел по улице — нашел. Тогда в этом концепции нет. Вот тебе повезло просто. Бинго. Ну, а бывает, когда ты делаешь концепцию, из этого получаются деньги. Так вот, здесь концепция какова, что он смог привлечь власть держащих и крупных бизнесменов. К нему он видел бизнесмена и говорит, это кто, друзья? Это вот такой-то вот арабский шейх. Я пошел. И он, по-моему, шел с ним знакомиться, наводить связи. То есть он за это для меня уважаемый человек. Он вышел за пределы кружка по интересам. Не потому, что он хотел стать известным, а потому что Баски, я художник прекрасный, валялся в коробке на улице, жил в Нью-Йорке. Он подошел к одному агенту, соответственно, тоже, а рядом сидел Энди. Агент говорит, уф, фигня полная. Энди говорит, это круто. Тот говорит, да, вот как с этим, с Сегловым. Покажи мне, где я эти работы. Он говорит, да, ну я тоже покупаю. Прошло сколько-то времени, Баски в Лувр, три года назад, очередь, конца края не видно, вход 600 рублей на наши деньги. Лувр, Баски, валялся в коробке на улице. Вот он, пожалуйста, как бы. Очередь, конца края не видно, несколько дней, месяц там была эта выставка. Благодаря Энди Орхол, пожалуйста, один из, вот агент. Он был самым лучшим агентом. Ну, кого из известных, я знаю. В этом суть, как бы, и наша тоже. Не обмануть никого там. А просто, как бы, это как вот Марат, для меня вот Марат, я с ним знаком живой, на самом деле. Ничего плохого, как бы, разные мнения есть, личность неоднозначна, но он действительно любит искусство. Ты имеешь в виду Марата Гильмана? Он действительно разбирается в искусстве, и, как бы, он тоже, как бы, стал общественной личностью и привлёк к этому, как бы, людей. Кто бы, кто бы про него не говорил, как бы, о том. Ты ожидаешь большое количество вот тех самых людей, которые могут потратить суммы, там, 80 тысяч на фотографии Володи Широкова, там, сразу? Большое количество этих людей представляешь себе в течение этой недели? Ну, сложно загадывать, да? Мне бы хотелось понять, ты работаешь достаточно давно, и с этими людьми тоже, со всеми практически уже знаком, которые у нас тут вот обитают, концентрируются. Я про Марата не просто так начал, я, кстати, как бы, там же концепция есть маленькая. То есть, у него тоже спросили, Марата, что-то вы к нам приехали в Перм, тут, со своим, как бы, современным искусством, никто ничего не понимает, никому это не надо. Он говорит, знаете, а вот мой знакомый говорит, что в Перми вот не было какого-то французского сыра отдельного сорта, его завезли, и сразу появилось огромное количество почитателей этого, как бы, продукта. То есть, людям нужно просто предъявить и показать, они скажут, да мы это тоже любим, где это вообще было? Почему нам запрещали это всё, как бы, нам не давали? Мы это всё любим, мы всё это нуждаемся, дайте нам только покупать, и мы будем покупать. Потому что я сам, ну, я же вот не дурачок живу, я адекватный человек, Свет. Абсолютно. Ну вот, я без искусства не могу, то есть, я же предприниматель, то есть, ну, моему бизнесу 20 лет. Я не просто, как бы, художник, творческий человек, я предприниматель. Я покупаю картины, и я на сегодняшний день понимаю, что нет смысла жить без культуры, искусства в любом городе Российской Федерации, не Российской Федерации. Неважно, что без культуры жизни нет. Вообще ведь культура выстраивает народ. Ну, это понятно, да. Это отдельная тема, а у нас осталось полминуты до завершения программы, как культура выстраивает народ. Мы ещё с вами встретимся и поговорим уже без моего нажима там, да, на деньги, на монетизацию продукта. Ну, можно, кстати, по поводу денег тоже перебью. Нам сейчас грех жаловаться, вопрос мотивации не просто так начал, как бы, потому что с городской администрацией, с областной администрацией взаимодействовать можно, как бы. Они нарабатывают себе историю, то есть ты, как бы, что-то делаешь, они видят, там есть люди, это как-то, это праздник. И нас сейчас, как бы, не запрещают, есть возможность вовлекаться и получать какие-то гранды, получать какие-то деньги дополнительно на праздники. Это всё работает, и я это говорю не для рекламы. А вот сейчас мы уже уходим, сейчас программа, вводит такой тоже шкурный совершенно интерес, просто любопытство. Скажи, вот те, кто, вот ты сейчас говорил, там из правительства и так далее, они приходят, покупают картины наших художников? Я думаю, что, я надеюсь на это, что и мне как-то. А, именно, всё, я поняла. На этом мы уходим, да, дневной разворот завершился. Я благодарю Дмитрия Шиляева, Василия Кононова, Грэдина и Надежду Фролову за замечательную беседу. Увидимся, друзья. Светлана Занько, Павел Чарушин, Денис Князев. Всего доброго. Спасибо, Паша. Светлана Занько, Павел Чарушин.